Привет, ребята! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Арина Лайдовна. Я как-то внезапно решила начать сегодня влог. Нежданно, негаданно, я весь день сегодня работала. Вечером съездила на иглоукалывание еще, при том, у меня недавно произошла небольшая авария. Меня сбили на скутере. Вот. И немножко болит рука. И после этого я поехала сейчас вечером. Сейчас больше 9 часов вечера уже. После работы я поехала в Большой канцелярский, потому что мне сегодня директор сказал, что нужно подготовить какой-то арт к Новому году. И я придумала арт, но я не смогла купить все материалы возле дома в канцелярском, потому что он не такой большой. И мне сегодня пришлось ехать в центр, в Большой канцелярский, чтобы скупиться. Мы будем делать елочки. Я купила вот такие. И до этого я купила побольше, эти поменьше, потому что нет в этом магазине побольше цветных вот этих вот палочек, да, деревянных. Будем из них делать. У меня уже попит, потому что еще один канцелярский я не поеду. Я взяла вот это для декора елочек, разные там пучки. Это как бы гирлянды будут. И звездочки на вершину. Елочки, поверьте, тоже много звездочек разные там. Наклеечки. Это не наклейки. Но я купила также пистолет. Клей-пистолет. Горячий клей. Буду это все клеить детям. Смотрите, какие красивые. Я обожаю все блестящее. Мне кажется, мне любят дети, потому что я всегда им что-то блестящее даю. Потому что я сама как сорока. Тебе я присмотрела ежедневник. Я ими не пользуюсь, но всегда покупаю в надежде, что буду пользоваться. Я не могла пройти мимо. Я, конечно, отдельно его пробью, потому что это мне школа вернет деньги. Это я сама себе куплю. Мне очень понравился дизайн. Здесь можно самой писать месяц. То есть начать можно с любого абсолютно месяца. И просто цвета, какие красивые, заценить и минимализм. То есть вы пишете любой месяц, тут любую дату. И вот так вот кофейная кружка, да, пончик. Мои любимые цвета, да, розовый. Вот такой красивый, очень мятный. Ну, то есть очень классный дизайн. Поэтому я такая, блин, мне он нужен просто для поднятия настроения. Такая моя спонтанная покупка. Ну и очень удобно, что можно весь месяц, да, расписать. И потом по неделям уже делать себе заметки на каждый день. Плюс дополнительно какие-то заметки делать. Вот такого плана ежедневники, это самый кайф. Извините, конечно, но вы зацените ее волосы. Они розовые и сиреневые одновременно. Причем с блестящими вставками. И до самых пят, можно сказать. И какой у нее аутфит крутой. Такой сарафан поверх на такую кофточку с облачками. Офигеть. Если бы я была ребенком, я бы умерла от восторга. Еще есть такая Барби. Это коллекция экстра. Что-то нереальное. У нее шубка, конечно, мега. Зацените свинку с крылышками. Здесь какая-то секция с игрушками BTS. Я не знаю, что здесь должно быть внутри. Напишите, если знаете. Интересно, конечно, смотрится по-новогоднему. Вот тоже какие-то здесь пикник в Париже. Здесь кушают на горячих источниках в Ансене. Это просто безумно интересно, милота. Здесь китайский Новый Год справляют. Еще в этом магазине мне очень нравятся игрушки. Особенно вот эти большие, плотненькие хомячки. Такие они нежные. Цвет нравится. Милашные. И очень сильно понравились мне новые ламы. Разноцветные пастельные тона. Я бы такую поставила в спальню или в зале. Не знаю, просто у нас и так много игрушек. Не хочется захламляться. Ну, блин. Здесь продают разные украшения к Новому Году. Подарочные обертки. Такое настроение. Елочки. Кружки. Просто статуэточки. Атмосферно. Красиво. Я тоже заказала розовую елку. Метр двадцать где-то. Но она еще не пришла. Я не знаю, как она будет по качеству. Она должна уже прийти, по идее, с украшениями. Но я не знаю, кто же, какого качества это все будет. Уже две недели жду. Вот. Потом вам покажу, что как. Я давно, кстати, хотела именно розовую елку. Потому что у меня всю жизнь была только стандартная зеленая. Мне хочется разнообразия. Так. Вот я все выхожу. Мой скутер. Карточка вот эта. Ее нужно приложить вот там, чтобы выехать. У меня бесплатная парковка. Потому что я очень много потратила. Я сейчас по дороге домой остановилась. Нужно прикупить что-нибудь на ужин покушать. Сейчас 10 часов вечера и 20 минут. Но некоторые лавочки еще работают. Это улица с едой. Я беру в себе блинчик с тунцом. Он будет с салатом и с сыром. Вот так готовят на таких сковородках. Они плоские и хрустящие. Вот со специями. А Димко попросил с маслом. Хрустящий блин сладкий он будет. Вот. А они тоже, может быть, заканчивают свою работу уже скоро. Но я успела. Пока работают. Сейчас они все сделают. Интересно, до скольки они. Вот там лавочка с вьетнамской едой. Вот уже закрываются. Вот такая красота получается. Сейчас я это повешу. И, в принципе, мне тут до дома минут 15 уже ехать. Еще я возьму себе кисло-острую лапшичку. Она с орешками. С вот такой хрустяшкой. Там немножко мяса. Но суть, сама вся суть в бульоне. Это нереально вкусно. Они добавляют очень много разных специй. Вот. Там вот эту лапшичку. Здесь повесили немножко такую пленку. Не видно. Но там очень много разных ингредиентов для самого бульона. Сегодня уже другой день, ребята. Я пришла на иглоухалывание. Вот две иголки. С утра ездила раздавать листовки. Наши буклеты, промоушен от нашей школы, от нашего бусибана. Потому что в общеобразовательной школе какие-то соревнования, активити для детей и родителей. Поэтому там много родителей. И можно было нас прорекламировать. Вот. Сейчас закончу с этим делом. И поеду домой досыпать. Вот такие проводочки тут подключены. К этому аппарату осталось пять минут у меня. Идет такая легкая вибрация. Сижу, чтобы у меня прошла рука. Вот, кстати, печать ставили, чтобы я в школу могла зайти сейчас. Спрашивали, есть ли у вас прививка? Я говорю, ну, есть. Они на слово верят. Без прививки не пускают. Вот. Сегодня людей нету. Вот кто-то там пришел. Уже время обеда, конечно. Я сейчас по дороге еще заказала блинчики. Вот, подожду с сунцом и сыром. И с беконом и сыром. Я уже дома приняла душ после жары. И хочу с ветром занести фрукты. Я взяла себе одну курму. А вот эти три курмы и два яблока отдам им. Потому что яблоки я не ем. Диамфон у меня тоже фрукты особо не ест. Эта девочка тут красивая. Я вообще нуля. Здесь Коку отдыхает. Цукровь приготовила жареную лапшу. Ха-ха-ла. И ха-сама. Мэй-мэй. Там, где Фонг сидит, ждет свою еду. Вот такая получается еда. Здесь мясо, грибочки. Запах лилии стоит очень классный здесь. Отец Диамфонга переодевается. Коку тоже кушает лапшу. Ему нравится. Я сейчас поеду на четвертый этаж есть. Я уже поднялась к себе на этаж. Мы тут с Диамфонгом хотим немножечко отдохнуть, поспать. У него будет урок по гитаре чуть позже. Вот пока есть время немножечко отдохнуть. Мне так нравится наш новый шкаф. Он просто офигительный. И вот это постельное белье, которое мы последний раз купили в Икее. Вот оно тоже шикарненькое. И хочу вам показать Animal Crossing. Сейчас я уже развиваю свой остров. Приближение. Уже три недели где-то играю. И смотрите, сейчас снег выпал. И она идет. У нее пара за рта, кстати. Но не она, а я. И деревья, вот эти фруктовые деревья. Знаете, фрукты я специально не срываю возле дома. Потому что мне нравится антураж. Костер у меня тут всегда горит. Новое сообщение пришло. Вот. И тут я высадила разные розы. Камни я не убираю. Потому что из камней выпадают денежки, монетки. Короче, мне удобно, когда они возле дома. Потом, если я буду декорировать, я как-нибудь эту территорию декорирую. Но я не хочу ставить заборы. Мне вот это все не нравится. Мне нравится, чтобы здесь было пространство. И я мостик построила. У меня остров с персиками. Вот, растут персики. Но я еще там апельсины посадила. И я второй мост еще построила. И здесь новых жителей. Вот, видите, по карте у меня тут два. И тут два. Всего четыре. Я поселила. Но я просто их мебель покидала. Когда нужно было подготавливать их дома. Я ничего здесь еще не делала. Я пока одной рукой играю. И не буду собирать ветки. Просто показываю, как я иду. А, тут нужно еще ракушечки собрать. Тут я еще пальмы не высадила. Вообще я сажаю пальмы. Вот там у меня только одна пока что. Придавались рождественские растения. Я их немножко тоже посадила. Тут шерп живет. Козлик он. Вообще я рада, что он приехал на остров. Он очень милый. Я люблю милых жителей. У них у всех, конечно, разные характеры. Там разные типы характеров. Я еще... А, это снежинка, что ли? Можно собирать снежинки. Она уже исчезла. Блин. Короче, мне уже доступен терраформинг. Терраформинг значит, что я могу изменять разные уровни. То есть земли. Делать разные подступы. Короче, красиво это все оформлять. И я могу мостики делать. Блин, у меня сейчас будет новая одежда. Давайте посмотрим, что она предлагает. Мейбл. Я вам немножко покажу, как я играю. У меня в игре московское время специально. Потому что часто я очень только поздно могу играть. Давайте посмотрим. Чтобы у меня была не слишком ночь в игре, когда я захожу. Потому что там время игры со временем консоли одновременно идет. Так. И я играю специально на английском, потому что мне так больше нравится. Я могу какие-то новые интересные словечки узнавать. Ну и практика дополнительная. Всегда нужно быть окруженными языками, которые вы учите, да? Правильно? Ой, она предлагает магазин ее выбрать. Локацию для ее магазина. Блин, у меня будет магазин одежды на острове, наконец-то. Вау. Это просто супер. Кстати, то, что они говорят, да? Это реально английский язык, да? Если они говорят на русском, если вы играете на русском языке, они говорят на русском языке. Но просто в обустренной версии вы только чуть-чуть можете слышать какие-то слова. Ну, это не просто бормотание. Давайте я помогу, конечно, выбрать локацию для магазина. Спасибо. Она мне сейчас вот дала. Отлично. То есть мне нельзя сейчас ничего у нее купить, посмотреть эту одежду. Мне нужно сначала придумать, где расположить ее магазин. Я хочу вам показать, что у меня новый офис. Вот такой вот он. И он украшенный, конечно, к Рождеству. Мне так нравится то, что время реально совпадает со временем пальма уже в снегу. Со временем в реальной жизни. То есть Рождество, значит Рождество. Вот. И здесь у меня Изабель появилась сейчас. Это собачка Шицу породы. Как у моей мамы собачка Шицу. Вот. Такой большой офис. Мне так все нравится теперь. И можно сесть к ним вот так вот. Ой. На стульчик запрыгнуть. Вот он говорит. Hello, hello. Но в обостренной версии немножко по-другому слышится. В общем, ребятки. Я обожаю эту игру. И появилось вот очень много сразу опций, по которым можно к нему обратиться. А с Изабель можно обсудить какие-то другие вещи. Я вам просто быстренько показываю. В общем, Animal Crossing это, конечно, супер игра на Nintendo Switch. То, что мне дала Мейбл, это вот. Такой вот construction kit. Набор для строительства. Вот. По-русски. И у меня вот апельсины. Я кое-где посадила апельсины. Как я уже сказала, тут у меня пальмы. Блин, пальмы. Они реально... Кокосы все еще растут, но они такие голубые стали. Ракушки соберу. Чтобы быстро бегать, нужно бежать, одновременно зажимать B. Но у меня нет одной руки. Вот рыбка тоже можно поймать. Мне очень нравится, что все на острове можно сделать. Упс. Вот карта у меня. То есть можно все поменять. То есть можно будет в дальнейшем даже эти реки поменять, насколько я знаю. Дома перенести, как больше будет нравиться. То есть вот все изменить по своему вкусу. И это просто полет фантазии. И, конечно же, строить хорошие отношения с жителями. Потому что там они потом приглашают тебя в гости. Можно обмениваться подарочками, дарить открытки. Так что покупка Nintendo Switch была очень хорошим, правильным решением. Я очень давно его хотела. И сейчас просто счастью моему нет предела. За вечер я приехала в магазин японских товаров. Нужны были масочки вот такие желтые и розовые возьму. Ну и коллаген захвачу. Манговый. Он прикольный в форме желе. Мне, в принципе, он нравится. Тут, конечно, еще разные другие маски продаются. Цветные. И внутри, и снаружи все в масках. Здесь дешевые маски. Всего по 100 тайваньских долларов. Вот такие. И мне нравится, что у них есть красивые цвета. Очень. Почему-то у меня была скидка 200 тайваньских долларов. Не знаю, почему. В общем, коллагенчик я купила, чтобы у меня быстрее заживали мои раны. Как их быть после аварии. И синячки, чтобы быстрее рассасывались. Смотрю, какие тут новые магазины открылись. Лавочки с едой. И там впереди палат из молодой папайи вьетнамской. Новая лавочка интересная. Еще одни суши открылись. Здесь, получается, уже 4 разных места суши на одной улице. Хороший бизнес, потому что многие обожают суши. Я тут, видите, иду по дороге со скутерами, потому что здесь нету дороги для людей отдельной. Я могу только внутрь зайти, вот, идти внутри их рядов, да, чтобы было безопасно. Но здесь движение медленное, потому что торговая улица. Никто не собьет тебя. Но здесь очень сложно парковаться. Вот я сейчас, сейчас, ой, вечером приехала. Просто не заедешь, не выедешь. Здесь, видите, люди кушают уличная еда. Ну, тут можно пройти банкоматы. Вот, видите, такой типа аден. Можно выбрать себе тарелочку и сразу же здесь покушать. Вот, видите, между домов. И парковка здесь, конечно, адская. Вот так вот сюда сложно заезжать и сложно очень поворачиваться, потому что тут небольшое пространство. И просто кто как может сюда впендюриваться. Вот я нашла место. Вот мой скутер. Я иду забирать сейчас свои суши. Должны быть уже готовы. Это суши-ро. Сеть. Осталось купить кофеевку дома. Мой кофейный смузи. Это пресс-пион мой ритуал. По субботам иногда, когда не получается, по воскресеньям я его провожу. Это любимые суши из суши-ро. И какой-нибудь вкусный напиток. Это меня очень сильно расслабляет. Еще я отжала у Диамфонга такую куртку, потому что она легкая и удобная, когда быстро куда-то едешь. На скутере просто там на свою кофту наверх надел. Она очень тонкая, но защищает от ветра именно, когда едешь. Ему она мала. Я думаю, ну класс, себе заберу. Не нужно покупать ничего. Я думала, какую-то жилетку в Юникло типа такого купить. Но зачем, если есть муж? Ну, какова красота. Мы изначально планировали взять серый, но в наличии был только белый. Вот так он раскладывается. Ну, такой обычный стандартный столик. Зато сейчас можно вот так вот сидеть. У меня ноги с синяками после аварии. Не обращайте внимания, пожалуйста. Не пугайтесь. Здесь я немножко покалечена. Вот, смотрите, аж досюда. Я так летела, когда меня сбили. Но я в порядке, ничего не болит, ходить могу. Можно теперь вот так вот расслабиться, лежать, попивать, напиточек как-нибудь вот так вот подставить. Это все удобство. Жизнь хороша. Рука у меня тоже еще не прошла. Но пластырь сюда клеить не могу, потому что на костяшке он, ну, отходит. Не получается. Я сейчас сделаю пример елочки. Я, наверное, две сделаю. Одну большую, другую поменьше вот из-за этих палочек. Потому что завтра нужно готовить детей к Рождеству. Нужно делать этот арт. И мне как пример нужно показать вообще, что мы будем делать. Ну, я сейчас протестировала. Ой, такой уже нагрелся горячий пистолет с клеем. Вот. Что клей этот нужно пихать пальцем. Потому что он в наборе был. Вот такой короткий клей. То есть, ну, он не выдавливается, если вот так вот нажимать. Просто слишком короткий. Я уже на горячий клей приклеила. Вот тут вот палочку обрезала. Она, в принципе, не такая толстая. Хорошо даже ножницами режется. Вот. И такую вот пряжу сюда внутрь. Сейчас буду украшать. В принципе, это несложно делается. Я думала, будет сложнее. Но как бы 27 детей. Я делала обзор, короче, на мой адвент-календарь. Поэтому у меня здесь еще косметика валяется. Это нормально. Завтра с утра на работу мне рано. Поэтому я сейчас все по-быстрому пытаюсь сделать. Как всегда Алина миллион дел одновременно делает. Та-дам! Зацените, что у меня получилось. Вот такие прекрасные елочки. Очень классно. Блестят. Мне нравится, когда все вместе. И гирлянда сделана, и шарики, и наклейки. И звезда. Все на горячий клей. Очень классно, хорошо держится. И можно на елочку вешать. Мне даже маленькие больше нравятся, чем большие. Но можно большими материалами украсить. Будет такая более пышная елка. И довольно несложно, кстати, это делать. Конечно, должен учитель помогать детям. Горячий клей никто не доверит. Но, в принципе, очень красиво. И по-новогоднему, и по-рождественскому. Как вам? Все, ребята, буду заканчивать этот влог. Смотрите, какие у меня черные пальцы. Потому что эти палочки разноцветные, они красятся. Обалдеть. Завтра нужно в темной одежде в школу прийти, чтобы ненароком не остались следы. Спасибо за просмотр этого влога. Я еле живая. Мне сейчас нужно еще повесить одежду. Забрать с третьего этажа стирку. Час ночи. Мне осталось спать пять часов. Но еще я лягу не скоро. Потому что это все нужно собрать, отсортировать. Все материалы на арт на завтрашний. Короче, как всегда. Я ничего не успеваю за выходные. Я ничего не успеваю с того, что планирую в течение недели. Я бегаю, бегаю. Самое главное, я даже не успеваю отдыхать. Ребятки, ставьте лайк этому видео. Если оно вам понравилось. Мой черный палец. До новых встреч. До новых видео. Всех люблю. Пока.